Странно это всё. Ладно, давайте-ка... Ооо, Картун Кэт! Всем привет, с вами я, Жура, и это моё новое видео по Чикинган. И да, как вы знаете, недавно вышло новое обновление 3.0, в котором добавили нового секретного монстра, Картун Кэт, и новые пасхалки, которые мы сегодня посмотрим. И ещё сегодня я вам покажу, как можно призывать Картун Кэта. Поэтому перед началом очень сильно тебя прошу поставить лайк и подписаться на канал. Ну а мы начинаем. Что ж, начнём, пожалуй, с новых пасхалочек в меню. Сначала свинья, которая вернулась на своё почётное место за компьютер. Следующая пасхалка, это вон та очень интересная пушка. Или это не пушка, я не знаю. Следующая очень странная пасхалка на новую пушку, это тоже в меню. Вот, как вы видите, здесь есть какие-то виллы, видимо это новое оружие. И вон там вот лежит что-то фиолетовое. Сейчас я вам покажу, что это. Вот вы видите на экране, видимо это новая пушка, которая тоже будет в будущем обновлении. И есть ещё одна пасхалка на ещё одну пушку. Она находится здесь за забором, как вы видите. Странно, разработчик хочет добавить сразу четыре новых пушки? Интересно. Поэтому, возможно, в следующем обновлении будет сразу четыре новых пушки. Капец, предлагаю идти дальше. Очень интересная пасхалка, это тот самый робот, которого, кстати, уже нету на своём месте. Да, разработчик его почему-то убрал и куда он его мог деть, это очень интересно. Так, стоп-су-стоп. Во время монтажа этого видео я узнал, где находится этот робот. И он, кстати, был с ещё одной пасхалкой, то есть сразу две пасхалки в одном месте. Сейчас я вам всё покажу. Как раз-таки я сейчас лечу и к нему. Лететь надо довольно долго, и после этого вы увидите робота. Вон уже видно робота, но очень сильно хочу вас попросить не опускаться ниже его, а то вы просто взорвётесь и заспавнитесь обратно на начало хаоса. Кстати, вот, я подлетел и взорвался, потому что спустился ниже робота. Да, придётся второй раз лететь. Кстати, лететь надо вот отсюда. На этот раз робот почему-то без анимации ходьбы. Странно, ну ладно, короче, давайте посмотрим на вторую пасхалку. Находится она под вот этой вот деревяшкой. Сейчас надо камеру правильно поставить, и теперь можно смотреть. Опускаем. И ой, идиот, что это? И вот только посмотрите, это же тот самый картон-кэт из фургона на карте Мистер Таун. Странно, зачем разработчик его поставил именно сюда? Давайте-ка детальней посмотрим, через сядем на этот стул. Ну да, это картон-кэт. Теперь вы знаете о таком приколе. Как вы знаете, в новом обновлении появилась новая карта Биг Хаос. Обычный такой домик посреди леса, довольно обычно. Самое интересное, сейчас я вам покажу. Если зайти в этот дом и пойти немного налево, потом вперед, потом повернуться направо, потом опять направо, можно увидеть подвал. Странно это очень, да? Давайте-ка спустимся и посмотрим, что же тут есть. Вижу какую-то черную нору странную. И тут тоже есть еще проходы. Тут странная будка какая-то. Да, можно пройти, здесь еще одна нора. Здесь та черная нора, здесь можно выйти. И еще ниже. Странно. Давайте-ка еще раз спустимся. Лабиринт, что ли? Так, погодите-ка. Что это такое? Да, нет, он не лабиринт вроде бы. Странно это все. Ладно, давайте-ка... О, картон-кэт! Да-да-да, это картон-кэт, про которого я вам сейчас и говорил. Да, в Шикингане появился новый секретный боб, картон-кэт, про которого мы говорили в прошлых обновлениях. Еще разработчик оставлял пасхалки на этого картон-кэта на карте Миститаун. И да, он его добавил, но какого-то очень странного. Как же его призывать? Призывать этого картон-кэта очень легко. Вам всего лишь нужно найти вот этот вот подвал. Зайти сюда, сюда и вот тут вот в этой комнатке вот так вот походить, что-то поделать и все. Считайте, картон-кэт заспавнился. Вот он. Как заспавнить картон-кэт, вы уже знаете. Теперь мне стало интересно, где же он спавнится. Да, если Хаги-Ваги спавнится где-то в лабиринте, а Сиреноголовый где-то далеки от будки, то где же спавнится картон-кэт? Сейчас мы это и узнаем. Для этого я взял вот эти вот камеры, положил этот монитор где-то вот в этой комнатке, чтобы было видно, и взял эту камеру. И пошел, собственно, искать место. Если картон-кэт выходит вот отсюда, то значит он спавнится где-то вот здесь. Давайте-ка поставим здесь камеру. Все, она вроде снимает весь этот. Давайте спустимся и посмотрим, где же он спавнится. Заходим и смотрим. Ага, картон-кэт вышел из вон той вот комнаты. Значит он спавнится где-то там. Хорошо, хорошо. Берем камеру и идем в ту комнату. Ставим камеру где-то здесь. И погнали. Смотрим. Ага, картон-кэт спустился вот с этой лестницы. Значит он спавнится где-то там. Берем камеру и идем наверх. Ух ты, это что? Это горище какое-то. Ставим камеру здесь и пошлите проверять. Смотрим. И да, он спавнится вот здесь вот на горище. Если залезть, вот камера и он спавнится где-то здесь. Еще были догадки, что он спавнится где-то вот там вот в лесу, где-то из леса выбегает. Кстати, он пропал. Вот где-то он там вот спавнится, идет, идет и идет нас, собственно, кромсать на части. Но теперь вы узнали точное место спавна картон-кэта. Еще мне стало интересно, может ли проходить картон-кэт через стены. Сейчас мы это и проверим. Берем какие-то вот досочки и закрываем здесь двери. Тут закрываем. Ну и все, он никак не залезет. Теперь спавнится картон-кэт и идем наверх. Встанем здесь и будем его ждать. Пока что я его не вижу. Видимо он реально... Ааа, ё-моё, ё-моё, вот это вот было не круто. Это было страшно, это было очень страшно. Фу-фу-фу-фу, это было реально стрёмно. Так, ладно, а теперь мы знаем, что картон-кэт не проходит. Точнее, проходит через стены. Не круто это, честно говоря. Что ж, теперь пришло время узнать, как же спавнить картон-кэта. Да, смотрите. Я могу вот так вот выйти из домика, нажать мобэ и заспавнить картон-кэта. Да-да-да. Ребят, это не читы, говорю сразу. Я смог его просто вот так вот купить и спавнить. Сейчас я вам это и покажу. Для этого мы спускаемся вот сюда в подвал обратно, спавним картон-кэта, берём какую-то пушку крутую, например, джавелин. И давайте-ка просто его убьём. После того, как мы его убили, просто выходим в меню. Картон-кэт у нас появляется вот здесь вот. Не, ну посмотрите, что с ним просто. Что с ним такое? Куда он бежит? Чтобы его заспавнить, просто убейте его на карте Биг Хаус и он у вас появится в оружии. Теперь вы можете заходить в начало хауса, залезать на какой-то домик и просто вызывать вот так вот картон-кэта. Кстати, всего их можно заспавнить 7 штук. И что? Посмотрите просто сколько их. О, у меня аж игра вылетела. Так вот, всего вы можете спавнить 7 картон-кэта. Вот только посмотрите сколько их. Ё-моё, и они все просто так подходят. И бам-бам-бам, всё, я умер. Что ж, вот видео и подошло к концу. Очень сильно надеюсь, что оно тебе понравилось и ты поставишь свой лайк и подпишешься на этот канал. Не забывай, что у меня есть телеграм-канал, который будет по ссылке в описании. Пиши, как тебе новое обновление 3.0. Ну а с тобой был я, Жур24К. До новых встреч, пока.